Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем исследование книги «Деяния стихопостолов» и сегодня возвращаемся, обращаемся вновь к случаю обращения ко Христу некоего Корнилия Сотника, который сподобился принять крещение из, так скажем, присодействия апостола Петра. И мы остановились на видении апостола Петра, которая посетила его накануне, вот буквально предваряя приход людей, посланных Корнилием Сотником, которые пришли звать апостола Петра вот с Корнилию, с тем, чтобы он рассказал ему о Христе. И в этом видении апостола Петра было важнейшим является слова, свидетельство Божье, которое апостол Петр услышал трижды, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. Эти слова можно понимать и относить вот к той ситуации, которая здесь описывается двояко. Во-первых, эти слова можно отнести к самому Корнилию Сотнику, что вот именно его Бог очистил, и стало быть, его нельзя почитать нечистым. Дело в том, что важно понимать, ни один человек, ни один не может стать праведным, стать благочестивым без содействия благодати Божьей. Все в человеке делается совместным, так скажем, содействием благодати Божьей и самого человека, то, что позднее святые отцы назовут словом синергии, то есть совместное действие Бога и человека. И, как известно из Евангелия, из свидетельства евангелиста Иоанна Богослова, вот в первой главе его Евангелия о том, что вот Христос, Сын Божий, есть свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, и вот всякого человека, то есть этот свет Христов просвещает всех, этот свет, этот образ Божий, по которому создан человек, вот эта возможность стать Сыном Божьим, она дана всякому человеку. И это понятие образа Божьего в человеке, оно носит такую, несколько динамическую характеристику, то есть она подвижна, оно сам по себе образ Божий, он влечет человека к деланию добра, то есть совершению таких дел, к мысленню таких мыслей, к чувству, не таких чувств, которые действительно открывают Сына Божьего в каждом человеке. И воля человеческая может заглушить эти внутренние порывы к тому, чтобы стать действительно богоподобным, реализовать в себе вот эти вот возможности, заданные, заложенные в него Богом, действительно уподобиться Богу, стать, вот, жить в соответствии с тем образом, который вложен в него Создатель. Но человек может и воспротивиться. И вот это содействие человека, оно всегда возникает, то есть желание человека стать праведным, благочестием, желание человека стать добрым, совершать какие-то благие дела, это на самом деле не только его желание и не только его усилия, это и внутренние силы, внутренние действия в этом человеке благодати. То есть ни один не стал праведным сам по себе, ни один не стал благочестивый сам по себе, это все совершается при содействии благодати. И человек, живя по страху Божьему, совершая милостыни, совершая молитвы, помогая людям какие-то добрые дела, делая из благих, некорыстных мотивов, он раскрывает в себе образ Божий. И при этом ему, как мыслица, он совершает эти все дела сам, а на самом деле это всегда в нем и содействует одновременно благодать Божья. И поэтому по отношению каждому человеку можно сказать, что если он стал праведным, то потому что в нем действовала благодать Божья, никаким другим способом достигнуть праведности и благочестия человеку возможности нет. Вот как говорят, как говорили допустим еще сто лет назад, вот языком более схематичным, что человек прежде чем подойти к крещению, он испытывает воздействие призывающей благодати Божьей, которая влечет его, открывает в нем веру, зажигает в нем любовь к Богу, возжигает интерес к чтению священия и Писания, беседе с духовными людьми, к желанию молиться. И человек, слушая это призывающую благодать, начиная все это делать, читать, исследовать, молиться, призывать Бога, постепенно открывает в себе желание креститься и вот доходит до крещения. Вот такой образ призывающий благодать. И вот все это произошло с Корнилием и произошло, разумеется, не без благодати Божьей. А раз в нем уже действует благодать, которая его очищает и приготовляет к принятию крещения, то, конечно, Петр должен совершить то, к чему его готовил этого Корнилия Сотника Бог. Но можно понимать это выражение о том, что то, что Бог очистил, не почитая нечистым, по отношению вообще ко всему человечеству, ко всем людям, потому что Бог очистил всякого человека вообще. Он пролил кровь на кресте за все человечество, за все человечество от Адамы до последнего человека, за все человечество жившее, живущее или когда-либо имеющее жить на земле. Он как вселенский человек, как новый Адам, кровь свою пролил и искупил этой кровью все человечество и очистил всю человеческую природу. И в этом плане, омыв творение своей святой кровью, он очистил его для принятия святого духа. И теперь в этом плане по природе изначально испорченного, нечистого человека нет никого. Каждый человек отныне рождается с потенциальной возможностью принять святой дух у веров во Христа. Не должно гнушаться никаким человеком, потому что все творение омыто кровью Христовой. И другое дело, что в воле человека стоит принять вот эту открывшуюся ему возможность получения новой жизни. Или не уверовав во Христа, не принять этой новой жизни. То есть по природе творение очищено, но в воле человека есть еще отринуть, делать мы, которые он любит или любил, и возлюбить вот новую, в реальности новой жизни, качество новой жизни, характеристики новой жизни, которые открываются ему, вот если он получит благодать святого духа. И вот в этом плане то, что потом в богословие, догматическое богословие войдет под именем домостроительства Сына Божьего, вот именно как очищение всего творения для возможности принятия святого духа, вот об этом сказано в этом свидетельстве апостола Петру, что ни одного человека теперь нельзя почитать нескверным или нечистым. К любому человеку может быть обращено слово проповеди о Христе. Нет такого состояния вот внутри человека природного, которое бы не позволяло мне обратиться к нему с проповедью о Христе. Есть его воля, есть его отношение к этой проповеди, но по идее я гнушаться, вот, или считать недостойным этой проповеди не могу ни одного человека, потому что Христос призывает к себе всякого и омывает своей кровью всякого человека. После того, как к апостолу Петру пришли посланные люди, он идет с ними и, приходя в дом Корнилия, начинает говорить ему слова о Христе. И во время этой проповеди о Христе, во время этого свидетельства о Христе происходит удивительное событие. Это для нас, оно привычно, для нас вообще вот эти вещи, потрясающий опыт сознания тех людей, они стали настолько привычны, почти банальны, и мы не реагируем на это. А вот для того времени произошло событие из ряда, вон, выходящее. Дух Святый сошел на, не только на Корнилия, сошел на всех бывших с Корнилием, и сошествие Святаго Духа стало явным, очевидным. То есть, можно сказать, что вот в этой конкретно небольшой горнице, в этой комнате, среди этого небольшого числа собранных язычников, произошло, повторилось событие, некоим образом, которое произошло в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святый сошел на апостолов, потому что тут тоже от Петра ничего не зависит. Не он возложил на них руки, чтобы они получили Дух Святой. Дух Святой сам на них сошел. Он без воздействия Петра это произошло. Сидели, люди слушали проповедь Петра, и вдруг вот произошло это событие сошествие Святого Духа на язычников и прежде крещения. Событие из ряда, вон, выходящее. Даже вот в то удивительное время великих чудес Божьих, изливаемых на церковь, даже для того времени, это событие невероятное, и апостол Петр с таким еще не сталкивался. Вот как потом это недоумение и это изумление Петра передается словами, когда он будет вынужден давать отчет, придя в Иерусалим, и вот давая отчет апостольскому собранию, он скажет, что кто я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Он сам был изумлен тому, что произошло, потому что вот это было свидетельством неожиданным, даже для апостола Петра, неожиданным свидетельством того, что Бог на самом деле привлекает к общению с собой даже язычников, ведь причем язычников, ну ничего особенного не сделавших. То есть любой израильтянин понимал, что он долгим опытом, еще долгим трудом, подвигом своих предков и своим собственным, он стяжал верностью, исполнением заповедей Божьих, он стяжал способность быть служителем Нового Завета. Это язычники, которые и не слышали, может быть, о Боге, которые не слышали о грядущем Мессии, и вдруг они вот только за то, что они высказали, выразили готовность слушать о Христе, получили дар Святаго Духа, и апостолу Петру ничего не оставалось, как дополнить то, чего им не доставало, то есть креститься. Но и это важно, то есть люди, язычники, которые получили дивный дар Божий, тем не менее они не возомнили себя чем-то особенным, чем-то отделенным от полноты церковной, они вошли в церковное тело на общих основаниях, они, получив не через вот содействие апостольского рукоположения, вот можно сказать, то есть апостол не возлагал на них руки, они получили сами, и в этом были основания, что они такую же благодать получили, как и апостолы, поэтому могут теперь основать свою собственную общину, но они этого не делают. Дух Святый, если действительно сходит на человека Дух Святый, он всегда приводит и присоединяет человека к церкви, потому что где Дух Святой, там и есть церковь, и наоборот, если человек никаким образом не влечется в церковь, а всячески уклоняется от того, чтобы разделить общность церковную, то стало быть, это первейшее свидетельство того, что то, что он получил, не есть благодать Святого Духа, и получив вот без посредства апостола Петра эту благодать, дальше корнили сотник, и те, кто были с ним, они дополняют то, что им не достает, хотя могли бы сказать, что в этом нужды не имеют, ведь они получили же то, что важнейшее, они получили благодать Святого Духа, и теперь они не должны исполнять какие-то пустые обряды, потому что главное, они получили нет, они дополняют то, что не достает, хотя получили благодать Святого Духа. Мы встречали, вот, когда приходил апостол, архидиакон Филипп, приходил и проповедовал, но крестить не мог, то есть через возложение рук не мог преподать благодать Святого Духа, они были крещены, но не получили благодать Святого Духа и чувствовали свою недостаточность, надо было прийти апостолам, а здесь апостол Петр, увидев, что люди получили вот эту благодать Святого Духа, тем не менее, все равно он дополняет то, что им не достает, потому что и то, и другое важно, потому что это есть церковная правда и церковная полнота, как сказал Христос в Евангелии, в беседе с Никодимом, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. И далее, когда апостол Петр совершил крещение, он возвращается в Иерусалим, и его сразу, поскольку об этом становится известно и слышно, его сразу требуют к отчету, к ответственности, потому что по закону иудеи, даже обратившись ко Христу, продолжают исполнять весь закон, то есть они, становясь христианами, став христианами, не перестали быть, так сказать, правоверными иудеями, исполняя все предписанные требования закона. И вот по этому закону сообщаться иудею с язычником невозможно, находиться с ним в одном доме невозможно, это оскверняет человека, и они требуют, как ты объяснишь, что ты был у язычника. И апостолу Петру приходится оправдываться, так вот, и он не доказывает ни своих мыслей, то есть не приводит в обоснование поступков своих мыслей, не приводит своего мнения, он даже не приводит к Священному Писанию, хотя в Священном Писании у пророков достаточно много мест, которые указывают на то, что Бог явится и к язычникам, и Мессия придет и для язычников, и что на самом деле в те времена, когда явится Мессия, язычники исчезнут, потому что все соединятся в одно единое племя, в церковь Христову, в церковь Нового Завета. Вот он даже этого не приводит, он просто, как я уже говорил, разводит руками и говорит, если Бог даровал им Святаго Духа, что я могу сделать? Если Бог решил так, что вы меня спрашиваете к ответу? Спросите у него, почему он так решил, и больше ничего в свое оправдание не приводит, а это очень ясно показывает действительно внутренние потрясения, его личные, как человека, потрясения, перед тем событием, свидетелем которому он стал. Он до сих пор в изумлении, он до сих пор переживает действительно события, кто для нас привычный, обычный, подумаешь, язычник крестился, подумаешь, язычник получил благодать Святаго Духа. Мы сами все в наших предках бывшие язычники, а кто это, так и не в предках язычник. А для иудеев того времени, это было событие эпохальное, это было событие потрясающее, что язычники оказываются тоже свои Богу, что и об язычниках Бог промышляет, что праведность языческая, это тоже есть действие благодати Божьей, что на самом деле и они каким-то образом пасутся Богом, сохраняются Богом, и приводятся Богом в познание Господа Иисуса Христа, что на самом деле и для них, их любимый, дорогой Иисус Христос, Мессия, что и для язычников он воскрес, и за язычников он тоже умер. И вот буквально сразу после этого, и совершенно не случайно, что вот это событие было явлено именно апостолу Петру, потому что он первоверховный апостол, потому что он особенный, он старший среди апостолов, и поэтому такие важные вещи, такие важные события, несомненно, должны быть как-то связаны с его именем для первенствующей церкви, это имеет очень важное, неприходящее значение. И буквально вслед за этими же событиями происходит следующее, что в Антиохии, куда пришли с проповедью апостолы, тоже происходит свидетельство о Христе перед лицом эллинов, и эти эллины, то есть греки, язычники, они уверовали, и именно там, в этой Антиохии, где уверовали язычники, впервые верующие во Христа, и стали называться христианами. И вот очень важное свидетельство этой 11 главы, о том, что, вот как, буквально несколько слов о том, как происходила проповедь в Антиохии, как там обратились люди, и сказано, что, когда весть о том, что обратились в Антиохии люди, дошла до Иерусалима, апостол Варнава, увидев, то есть пошел в Антиохию, и увидев благодать Божью, которая действовала среди уверовавших язычников Антиохии, пошел за Савлом в Тарс, то есть за тем самым Савлом, будущим апостолом Павлом, который в это время находился в Тарсе, и там нес свое небольшое, пока еще служением, он идет за ним, и дальше сказано, вот они пришли вдвоем, и они целый год собирались в церкви, и учили немалое число людей, вот обратим на эти слова внимание, это люди уже крещеные, это люди уже получившие благодать Святаго Духа, не так получившие, как получаем ее мы в Таинстве Миропомазания, а получившие ее ощутительным образом, то есть так, что благодать через них проявляла себя, она не могла быть в них, как в запечатанном сосуде, она действовала через них, это было очевидно, и им самим, ставшим неожиданно для самих себя, из бывших язычников, носителями благодати, так это было очевидно, и для тех, кто видел их, и кто, ну так скажем, понимал толк в том, что есть благодать, а что не является благодать, и вот эти люди крещеные, получившие такую благодать, уверовавшие во Христа, уже крестившиеся, и вот даже они в течение целого года, постоянно они собираются и беседуют по поводу веры Христовой, они, разумеется, они ведь не читали Ветхого Завета, они ведь ничего до того, как им сказали слово о Мессии, ничего о нем не знали, и поэтому их надо и, ну так сказать, побольше рассказать о вере, рассказать о том, как ждало человечество Мессию, рассказать о том, собственно, что сделал Христос для людей, и, возможно, главное показать, как жить теперь, сохраняя эту благодать, ведь потому что язычники привыкли к языческому образу жизни, и надо им сказать о том, что у них нет навыка той духовной жизни, аскетической жизни, которая из поколения в поколение, в течение нескольких столетий передавалась, странслировалась, как бы сказали сейчас, наверное, в иудейском народе, в Израиле, и вот им надо было этот навык передать, их надо было к традиции духовной, аскетической жизни, вот, жизни со Христом и во Христе, их надо было этому научить, эту традицию, к этой традиции приобщить, эту традицию передать, и как сохранить ту благодать, не растеряв ее, не потеряв ее, потому что, вот как мы чуть позже узнаем из послания апостола Павла, это является одной из главнейших, ключевых задач всякого христианина, сохранить полученную благодать и дар Святаго Духа, и вот они беседуют, и само вот это беседование, вот эти обращенные, крестившиеся, получившие благодать Святаго Духа люди, они ощущают потребность в этом научении, они слушают, мы еще не раз на страницах книги Деяния стихопопов увидим, вот в разных местах, где будет свидетельствовать апостол Павел, как люди будут слушать, внимать его и днем, и ночью, почти непрерывно, не отходя от апостола Павла, желая слышать слова жизни, желая поучаться, и само вот это желание учиться, желание узнать о своей вере, познать свою веру, это тоже издействие благодати Святаго Духа, и можно даже сделать вывод, что на самом деле дар Святаго Духа таков, что человек, получивший благодать Святаго Духа, сразу либо попадает, либо влечется занять состояние ученика и учиться, поучаться, вот, либо, если он достаточно зрел, он ставится в положение учителя, чтобы учить тех, кто желает поучиться, но вот эта школа христианской жизни, школа жизни в благодати и по благодати, это на самом деле неотъемлемое свойство церкви, это не потом родиться когда-нибудь в третьем или в четвертом или в двадцать первом веке, изначало церковь была такой, там были огромное количество людей по воле Святаго Духа ищущих учения, и были люди, которые по воле Святаго Духа учили их. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде, Крестом радостному миру.